Приветствую, я продолжаю записывать уроки для своего канала, и я рад, что на канале появилась какая-то активность, что появились новые подписчики, спасибо вам за это, я очень рад вас видеть на своем канале, для этого, в принципе, и стараюсь. В превью я вам, в принципе, показал, что я хочу сегодня сделать, поэтому давайте приступим непосредственно к работе, у меня есть уже вот готовая сцена с персонажем таким вот, который, в принципе, состоит из двух частей, почему из двух частей, одна это голова, а вторая это глаза, но они как бы, глаза присоединены к голове, что вот так, родительская связь, у головы есть модификаторы, модификатор зеркальный, мира, который используется для моделирования, но и используется для моделирования, чтобы пропорционально моделировать, и модификатор subdivision surface, который сглаживает саму модель. Так, у глаз, по-моему, этого нет, только subdivision surface, и все. Давайте сделаем, начнем работать, первое, что нам надо будет сделать, это user interface, пользовательский интерфейс. мэш, плейн, ротейт по x90, топ, тут вот есть один момент такой вот, давайте сейчас я n открою, смотрите, у блендера есть свои единицы измерения. Мы сейчас этот квадрат уменьшим, уменьшим в два раза. Так, уменьшим в два раза. Так, здесь 5, и здесь 5. По x тоже сместим. Так, location по x. Двойка. Не тройка. Пускай все таки будет тройка. И по y 0. 5. А, здесь local. Тогда здесь 0, а здесь 0, 5. Почему я делаю сейчас вот через это окно? Потому что вот эти единицы измерения будут влиять на то, как мы будем двигать кости, и как мы будем делать ограничения для них. Вы далее все поймете. Но вот сейчас важно понять, что эти единицы измерения в блендере важны. То есть там, насколько я знаю, можно сделать и метрическую систему, то есть сантиметры, метры и пользоваться ними. Но это для каких-то архитектурных задач. Здесь же у нас есть вот какие-то единицы измерения. Блендер юниты так назовем их. Я не знаю просто точно, как они называются. Но вот они нам пригодятся. То есть мы сейчас создали квадрат, который по ширине и по высоте он у нас равен одному юниту. Мы его уменьшили в два раза. Как раз вот видите, что один юнит равняется вот четырем клеткам. Половина юнита это вот одна маленькая вот такая клетка, да? Давайте продолжим. Все остальное, почему это так важно, вы поймете в дальнейшем. Так, Ctrl-R. Enter. Зажимаем Ctrl. Ctrl-R. 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 Так, Ctrl-Tab. Фрейс. Удаляем этот фрейс. Так, Ctrl-Tab. ctrl-tab-vertex, z, a, b, shift-d, shift-d, сюда, a, b, shift-d, здесь. Что мы сейчас сделали? Мы сделали основу пользовательского интерфейса – вот эти бегунки, которые будут в итоге нами использоваться для управления лицевым ригингом. Так, сейчас мы применим к ним материал, так, назовем его UE Material, есть Material, берем, я там зеленый использовал, чуть темнее его сделаем, интенсивный, тут интенсивность уберем, так, Ctrl S сохраняем. Так, основа пользовательского интерфейса есть, так, только мы назовем его UE Mesh, сейчас мы зажмем некоторые клавиши, то есть мы его в дальнейшем трогать не будем, но вначале, перед этим мы переместим его на второй слой. Так, теперь нам нужно Ctrl A, Rotation Location применить, и сейчас Rotation Scale, Ctrl A и Location тоже, чтобы сбить все вот эти настройки в ноль нам нужно. Так, есть, теперь нам это все нужно заблокировать, потому что далее это у нас не будет не деформироваться, не увеличиваться, не уменьшаться, не вращаться, не перемещаться. И делаем следующее, нам еще нужно добавить сюда кости. Так, Tab, L, Shift A, Shift S, Cursor to Selected, Tab, Shift A, добавляем кости. Так, добавили, заходим в Pause Mode, давайте арматуру сразу как-то назовем, это у нас будет Rig Armiture, есть, заходим в Tab Mode, нам сейчас надо будет продублировать эти кости. Так, давайте ее уменьшим. Scale. Shift D. Shift D. Дублируем эти еще раз. Так. Есть. Что мы сейчас сделали? Мы сделали контроллеры для нашего пользовательского интерфейса. Эти кости будут управлять следующими. Вот эта кость будет управлять ртом. Открытием, закрытием, сжатием, расширением. Вот эта и вот эта кость будут управлять соответственно нижней и верхней губой. То есть губа будет подниматься вверх-вниз. И это будет верхняя. И это будет нижнее дело проделать то же самое. Эти отвечают за глаза. Так, чтобы сейчас все было красиво, так как нам нужно, мы сделаем следующее. Во-первых, нам нужно сейчас назвать сами кости как-то. То есть кости у нас называются, это будет mouth, bone. Это будет у нас top, lip, bone. Завидите такую хорошую привычку, всегда кости называть так, чтобы потом не понимать, ну, не думать о том, что это за кость. Так, это будет отвечать у нас за злые и расстроенные глаза. Поэтому angry, send, bone. И это у нас будет отвечать, smile, close, bone. Так, есть. Но они выглядят как-то не совсем презентабельно. Что нам нужно сделать, чтобы они были более презентабельны, эти кости выглядели в пользовательском интерфейсе. А, еще нам нужно нажать клавишу, вот, deform, нужно ее отключить. Потому что они у нас не будут деформировать, не деформироваться, не деформировать ничего сами. Так, нам нужно создать пользовательские формы. Так, курсор роты центр. Есть. Есть. Shift-A. Добавляем plane. Rotate x 90. Затем, ну, прибавляем, нажимаем, Ctrl-A. Rotation and Scale. Заходим в Step Mode. shift, ctrl-r, 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 так, tab, rotate по y, 45, tab, берем вот эти вертексы, scale, так, tab, ctrl-r, ctrl-r, rotation and scale, заходим сюда, нам не нужно, чтобы форма была заполнена, поэтому мы удаляем один вертекс, нам нужна будет только вот эта вот форма сама, это у нас будет, mode, shape, так, дублируем, shift-d, так, единица, есть, заходим, здесь нам нужно будет придать форму губ, такую небольшую, так, есть, tab, здесь это будет у нас lip shape называться, shift-d, и, а здесь мы придаем форму глаза, tab, tab, i, shape, так, все, мы все здесь создали, что нам нужно, теперь нам нужно, чтобы эти кости приняли вид этих форм, так, заходим в pause mode, ctrl-tab, повторяю, заходим на вкладку bone, и спускаемся к дисплей, выбираем кость необходимую, и выбираем только что созданные формы, формы у нас не видно, что, из-за чего это произошло, из-за того, что у нас они не заполнены, у нас только показана сама, wireframe показана сама, то есть только контур, поэтому здесь нужно зажать вот эту галочку, как вы видите, они у нас появились, но, ну, не совсем корректно отображается, давайте здесь еще поставим, что это будет mouse bound, вот здесь, add, k, типа, и перейдем вот в этот, где у нас эти шейпы, теперь нам нужно повернуть его, да, tab, a, rotate по x, 90, и сделаем поменьше, давайте посмотрим, как это у нас выглядит, выглядит это все довольно-таки хорошо теперь, так, давайте, чтобы это было визуально понятно, как это выглядит, сделаем так, scale, чуть-чуть уменьшим, теперь то же самое нам нужно проделать для остальных костей, сюда мы добавляем lip shape, тоже ставим в wireframe, его тоже нужно у нас повернуть, tab, rotate по x, 90, да, ждите, так, rotate по x, 90, с минусом, и сделаем поменьше, да, смотрите еще такой момент, если вы что-то делаете в tab mode с формами, shape для костей, все изменения отображаются, если вы переходите в object mode, то любое перемещение, скалирование, или что вы там сделаете, оно не применяется к конечной форме, применяемой к кости, так, тоже сделаем, подождите, здесь тоже выберем, смайл, маус, angry, top lip balm, здесь выбираем lip shape, потом lip balm, wireframe, здесь для класса делаем то же самое, так, eye shape, не видно, wireframe, и angry sad bone, тоже здесь меняем, rotation по x, а, rotation по x, 90, и делаем чуть-чуть поменьше его, так, выглядит довольно-таки неплохо, перемещаем, так, здесь мы все сделали, и теперь, здесь, eye shape, smile close, и wireframe, все, это сделано, в принципе, вот эти вот формы, теперь можно удалить, но их я рекомендую, на всякий случай, оставьте, там, они как бы не мешают, на какой-то из слоев их скиньте, и все нормально будет, так, теперь нам нужно еще кое-что с юзер интерфейсом проделать, нам нужно сделать ограничение, ограничение следующее, видите, у нас сейчас, если мы возьмем вот эту кость, она двигается как угодно, а нам нужно, чтобы она двигалась только по траектории, то есть здесь, в данном случае, по вот этой линии, а здесь, в пределах квадрата, что для этого нам нужно сделать? Можно проделать то же самое, что мы проделали с вот этими зелененькими квадратиками и линиями, то есть зафиксировать вот здесь, то есть вращение мы, в принципе, можем зафиксировать, да, для всех костей, и масштаб тоже, можем зафиксировать, но что делать с нашим локейшн, тоже, в принципе, можно зафиксировать, то есть у нас тут по двум осям, а здесь по одной оси. Оставляем только y и x. Смотрим. Но возникает проблема в следующем, что вот здесь у нас все выбегает за пределы. Что мы можем сделать? А мы можем сделать следующее. У нас есть констрейны. Что за констрейны? Это ограничители. Мы будем ограничивать, их тут очень много, но мы будем ограничивать по лимиту. Limit location. Так. Для этого нам нужно по x и по y лимит сделать. Видите, оно убежало. Почему оно убежало? Потому что у нас здесь стоит world space. И оно как-то пересчитало и убежало в нулевую точку. Нам нужно поставить local space. Оно вернулось на место. А теперь у нас опять всплывают юниты, в которых блендер просчитывает размер. Вот сейчас они нам пригодятся. Так как здесь был один юнит. Да. А здесь 0.5 получается. Мы здесь тоже выставляем 0.5. Смотрите. 0.5. Минимум. А здесь минус точка 5. 0.5. Ой, тут просто надо поменять. Я что-то ошибся. Тут минус, этот плюс. Видите? Что-то происходит. По x. То же самое делаем здесь. По y. Теперь смотрите. Он у нас двигается в пределах квадрата. Используя вот эти вот. Если бы мы поставили единицу, он бы двигался в пределах вот всего квадрата, всех четырех квадратов. Вот этих вот. Ну, сейчас он в пределах одного у нас двигается. Так. То же самое делаем для вот этих. Limit location. Только здесь у нас будет по y. переку только. Проверяем. Так. А здесь мы, по-моему, не поставили... Да, мы здесь не поставили никаких привязок. Вот. Все работает. Здесь тоже Limit location. Тут тоже у нас привязка какая-то неразбериха. Да. Здесь есть привязки. Limit location. Здесь у нас просто world space стоит. А нам нужно поставить local space. И все. Так. Здесь тоже вот фиксируем эти штуки. Limit location. Минималку ставим. Ставим максималку. grab тоже world space time local space. Так. n Есть. Так. С этим закончили. Следующий наш этап это нам нужно сделать ключи форм. Чтобы их потом привязать к этим костям. А. И еще один момент. Извините. Так. Собью мысль. Нам надо вот сделать чтобы мы не могли вот их вообще выделять. Они нам не нужны. Раз. И второй момент. Мы можем изменить цвет данных костей. Как это сделать? Нам нужно сделать группу костей. Выделяем control. Точнее A в pause mode. И вот здесь на вкладке арматур есть вот такая кладочка bone group. Где мы нажимаем клавишу кнопочку плюс и появляется новая группа которую мы сейчас назовем как UE так UE bone group. assign и выбираем какой-то свет. Я полагаю что мы выберем эти розовые вот этот оставим. Так. Для чего используются группы костей? Смотрите. Для в ригинке зачастую когда ригится персонаж применяется например вот прямая инверсная кинематика и кости деформации. Вот даже по сути вот предплечье и плечо если посудить там используется на этих двух соединениях шесть костей. То есть на предплечье деформация инверсная кинематика и прямая кинематика. И то же самое на плечо. чтобы их разделить их можно расставить по группам. Так как вот группу можно выделить легко и также снять выделение легко. Ну это облегчает работу намного создания групп этих. Это такой самый слабенький пример но он действительный. Так. С этим закончили. Просто тут я использую это для красоты чтобы изменить цвет наших костей. Так. переходим сюда. Здесь нам нужно будет сделать shape case. То есть ключи форм. Нажимаем плюс. Появилась первая форма. Нажимаем еще раз плюс. Первая форма у нас отвечает за первоначальный вид. Остальные формы будут отвечать за деформацию. Первая у нас будет это close mouth то есть закрытый рот. Так. Есть. Переходим в tab object не object а edit mode. Так. сейчас отключу чтобы мне было легче работать. Так. Здесь нам понадобится так нам понадобится вот это вот это вот это смотрите еще такой момент то есть я вот сейчас показываю как я это делаю но есть много других способов деформации нашего меша 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 кто использует sculpt mode кто использует пропорциональное редактирование кто пользуется там не знаю другими какие-то методами ну мне проще так то есть я оно конечно выходит чуток как-то не знаю чуток как-то более щепетильно и более не знаю более сложно но вот мне на самом деле как-то так вот проще делать это все честно сказать потому что во-первых я пользуюсь планшетом еще раз скажу что на планшете нет колесико мыши то есть оно для редактирования пропорционального ну так скажем не совсем удобно потому что там вот например действие этого всего использует действие как это называется не знаю то есть вот круг действия создается мышью то есть колесико мыши а на планшете этого нет то есть вот тут как бы я не знаю может я не нашел пока как это сделать на планшете скульптингом тоже удобно это делать на планшете на планшете скульптинг на самом деле по моему мнению самый удобный получается но вот я не как бы тоже не сильно люблю заморачиваться на самом деле хотя очень удобный инструмент так первый ключ создан долго но создан так выходим смотрим как это выглядит есть второй ключ делаем второй ключ у нас будет open все что-то я парюсь так tab но я сразу говорю вы применяйте тот метод который вам более подходит потому что тоже к этому всему подходить так как делают другие я тоже одно время пародировал если так можно сказать более успешных этих самых гуру блендера потому что многие из них очень умно в некоторые моменты показывают это очень нравится я до сих пор как бы хоть опыт у самого как бы довольно-таки большой с блендером но все равно чтобы находиться в курсе нужно всегда питаться новыми уроками новыми статьями и новыми впечатлениями по блендер так вот тут меня радует что сетка уже сеткой начал более такой делать более правильную сетку для своих моделей потому что раньше это был ужас тихий так губами у нас будет чисто губами у нас будет заниматься отдельно контроллер поэтому сейчас нам нужно открыть рот полностью с зубами со всеми делами чтобы был открыт он полностью зубы у меня в отдельную группу и они не соединены как вот вот эти два например меша вот этот квадрат и вот этот квадрат они соединены зубы же у меня составляют как бы в одном объекте с головой находятся но они у меня не соединены ни с какой частью головы поэтому можно их двигать чтобы выделить отдельный под объект в объекте так назовем выделяем его в вертекс и нажимаем клавишу L что полагает нам выделить объект так рот у нас полностью открыт по-моему это самый легкий shape case да все отлично так теперь нам нужно еще сделать два это у нас wide так этот возвращаем назад приходим сюда так tap alt alt у нас выделяет как вы помните лупы то есть это вот кольцо так z единица b через alt у нас идет z так что у нас там так это у нас сейчас тоже будет тянуться а этого ой это уже тянуться не будет да хорошо построенная сетка одно счастье работать поэтому я вам рекомендую изучать хорошие топологии чита либо еще найти литературу к сожалению ну как я вот искал не так-то много по этому вопросу но она все же есть в интернете есть ну конечно тоже большинство англоязычных но честно сказать есть вот инструмент интересный от гугла да гугл транслейт все его знают он зачастую очень сильно помогает так ну как бы деформация такая получилась нормально так ну такое как бы и давайте еще один сделаем ключ это ключ о mouth я просто второй раз уже записываю этот урок на самом деле хочу его записать качественно но уже честно сказать довольно таки долго это все происходит так ну что-то вроде этого то есть там более детально конечно люблю чтобы все красиво было но более детально вы уже сами постараетесь это сделать хорошо такой вот паренек получился так нам еще осталось сделать я все не буду делать давайте я сделаю для верхней нижней губы еще подъем давайте топ топ лип ап на самом деле я честно сказать я очень хотел бы посмотреть если вы будете все повторять по этому уроку я бы очень хотел посмотреть на ваши работы я их правда я подозреваю что я хочу конечно чтобы их было очень много чтобы мои уроки были вам полезны но мне было интересно может вы какие-то обнаружите у меня недостатки и ошибки которые безусловно есть на самом деле так губа у нас при поднятии чуток деформируется поэтому она будет вот так наверное это тоже чуток сюда и это тоже чуток сюда да это есть и смотрите в чем почему я именно вот так сказал вниз я не буду делать вниз вы сделайте сами это будет домашнее задание ну вот bottom btn lip так ладно btn lip up смотрите в чем ситуация вот у вас вы сделали как бы для нижней губы вот она поднимается чтобы верхняя губа поднялась вверх вам нужно сохранить форму вот этой губы да но когда вы переходите сюда и нажимаете tab форма вся сбивается то есть вы не можете подогнать нижнюю губу под верхнюю что в этом случае вам можно сделать переходим сюда нажимаем вот эту вот apply shape case in edit mode for mesh only так смотрите нажимаем переходим сюда нажимаем tab только смотрите в чем прикол сейчас вы сейчас не можете деформировать из-за чего это потому что прежде вам нужно поставить это значение тоже в единицу не так как оно работает чуток не так как по умолчанию а тоже в единицу надо поставить теперь переходим сюда и что мы видим выбираем нужный нам вертекс все работает zb alt так у нас остался вертикс партизан так zb alt zb alt zb 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 отлично такой получился очень напущенный персонаж так выходим снимаем эту штуку и теперь проверяем что у нас получилось у нас получилось в принципе все довольно таки идеально за исключением того что губа заходит на губу но это как бы уже должна быть планировка удачная и как бы вы я больше чем уверен что не допустите в своей анимации этого всего захождение губы на губу таки давайте я не буду теперь делать вниз делается точно так же по такому же принципу губы вниз то есть вот нижняя и верхняя губа вниз сделаем для глаз для глаз я тоже все не буду делать а сделаю только глаза как это назвать глаза злые и глаза такие грустные да добавляем базисный shape case и давайте сделаем вначале angry злые переходим единица z a b так давайте scale что там local давайте поставим local это злые глаза есть а b злые злые сет tab проверяем наши злые глаза отлично отлично так теперь делаем глаза грустные так вот тут можно убрать я так подозреваю грустные глаза tab по такому же принципу все делается сшимаем сюда и чуток опускаем з а b сшимаем чуток и опускаем з проверяем ну такой очень грустный ну кстати вот прикольно то что нарушено так получилось получилось но ничего так это готово то есть то же самое вы сделаете для закрытых глаз вам будет домашнее задание для губы вниз закрытые и улыбающиеся глаза а мы сейчас приступим к созданию кое-чего интересного другого так пробуем соединить интерфейс и наши ключи так для этого открываем еще одно окно граф иодитор и драйвера так здесь можем в принципе закрыть вот эту вкладочку так здесь нам надо прежде всего создать драйвер ну драйвер там как-то переводится к типа водитель ну в принципе здесь уместно такое положение что это водитель будет который будет руководить движением вот ползунка так вот у нас открылись граф идиторе не забывайте вот здесь поставить вместо FQ Editor драйвер драйвер и здесь у нас появился Mesh Head ключи точнее не ключи а драйвера созданные в ключах только что так чтобы их соединить нам нужно нажать сейчас чтобы соединить эти драйвера с костями нам нужно нажать N вот эта вкладка не нужна нам это тоже не нужна нам нужна вкладка Drivers что здесь мы делаем первые клавиши мы не трогаем вторую тоже не трогаем здесь должно быть выставлено Scripted Expression а здесь в окне Expression ну XPR ну это Expression выставляем значение var только var а не mf k какой-то так var опять же тут участвуют вот те вот юниты которые есть у блендера эти юниты передаются как переменные вот сюда в драйвера то есть вот перемещение вот этого вот перемещение кости будет передаваться как значение ну variable то есть переменная потому что она будет менять свое положение здесь нам теперь нужно выбрать объект к которому это будет как бы привязан этот драйвер да он у нас назывался сейчас скажу вот у нас арматура там называлась rig арматура да rig арматура есть и выбираем кость которая будет управлять этим всем но у нас есть mouth банк так как это у нас клавиша close mouth она будет подниматься вверх кость чтобы закрыть рот поэтому у нас по оси x это будет все делаться и в локальном пространстве так теперь смотрим что у нас происходит двигаем кость в поз мод естественно а у нас пока ничего не происходит а не происходит потому что мы выбрали x координату а у нас вверх это y так теперь смотрим рот закрывается но не полностью почему не полностью тут опять же вступают вот те координаты блендера что здесь используется не единица а 05 поэтому здесь это 05 мы должны умножить на 2 смотрим теперь рот закрыт полностью alt g то же самое проделываем для открытия вниз в принципе мы можем скопировать здесь драйвер копи драйвер open mouth пест драйвер кликаем здесь смотрите белым она выделяется этот определенный драйвер сейчас выделены они оба нам нужно выделить только последний здесь нам сейчас нужно изменить только одну штуку так как у нас будет идти кость вниз нам здесь нужно поставить минус так как это будет негативное значение смотрим верх работает вниз работает с чем я вас поздравляю так теперь следующее сюда тоже вставляем драйвер нажимаем здесь выделяем его так как этот white оно у нас будет управляться вбок здесь мы ставим x location и оставляем varf 2 shift space смотрим есть но прелесть в этом вы сейчас увидите в этом квадратике так в чем прелесть я имею ввиду так переходим сюда здесь тоже пест драйвер выделяем его а здесь ставим минус так shift space смотрим там нам тоже нужно поставить x location все работает так давайте сохранимся на всякий случай shift space прелесть этого квадрата в том что сейчас один ключ формы будет накладываться на второй о чем я что я имею ввиду смотрите мы ведем в угол рот закрывается и делает о мы ведем вниз рот открывается и делает о то же самое с широким рот открывается широко и открывается полностью рот закрывается и он широко ну так скажем улыбается то есть вот что мы с этим делаем давайте продолжим у нас еще осталось два ключа мы их сейчас настроим пест драйвер нажимаем топ лип это у нас здесь придется поменять значение только кости это у нас топ лип по по игрек локейшн все правильно смотрим губа поднимается локейшн локейшн делаем то же самое с этим пест драйвер здесь тоже вард 2 и выбираем здесь баттон лип тоже игрек вот единственный момент опять же я допустил ошибку сейчас я изменил значение для этого для этого же значение осталось таким другим так скажем так тут нам нужно поставить топ лип батон а здесь нам нужно поставить баттон лип баун так shift space проверяем закрылась так а здесь у нас ограничитель чего то не сработает сейчас посмотрим что случилось так constraints а здесь world space нам нужно локал space поставить так есть есть проверяем да все работает alge теперь выбираем две кости видите интересный такой эффект получился так и теперь то же самое делаем для глаз add driver заходим сюда выбираем driver здесь ставим опять же var тоже здесь умножить на 2 так как у нас 0.5 там идет здесь var здесь убираем rig арматур здесь выбираем angry sad bone здесь выбираем y location так как вверх вниз и local space и проверяем так это работает сейчас он у нас сердитый но нам нужно то же самое проделать с этой же костью проделать для взгляда печального поэтому мы здесь просто поставим теперь минус потому что грустно у нас будет становиться когда пигнок будет идти вниз так что-то произошло не так смотрим почему то у нас выставилось mouth нам нужно а мы не скопировали я все понял мы не скопировали а поставили поставили с предыдущего так смотрим он грустный ну такой довольно таки интересный получился он чем-то мне напоминает из фильма крик персонажа так но в принципе если так брать в общем я показал все что хотел да то есть у нас все сейчас работает так как и надо единственное вам осталось единственное вам осталось сделать вот такую домашнюю работу для губ вниз и для глаз закрытых и улыбающихся в принципе я думаю вы поняли то есть тут все то же самое делается на этом я могу с вами попрощаться и сказать такое заключительное слово что я рад что появилась активность на моем канале еще раз скажу рад всегда поприветствовать новых подписчиков хочу вас всех поздравить с наступающим новым годом пожелать всего самого наилучшего также сказать чтобы ваш любимый редактор развивался и только продолжал вас радовать подписывайтесь на мой канал всегда рад вас видеть и всегда стараюсь для вас с вами был Николай Довжанский до скорой встречи до скорой встречи Продолжение следует...